Очень рада приветствовать вас на своем канале, меня зовут Мюша Сайфулина. Сегодня я хочу вам показать, как я делала работу в качестве приглашенного дизайнера в мастерской скраб-штампинга. Это работа к заданию штамп плюс прозрачно, плюс сребро, поэтому я выбрала рамочку для фотографий. Купила я ее в фикс-прайсе за 99 рублей. Для начала я ее разобрала, вытащила стекло и начинаю украшать именно его. Первый слой это отштамповка с фоновым штампом текстом и штампом дудлинг. Только в качестве чернил я использовала жидкий жемчуг розовый от Люксарт и бирюзовый декоглазурь от фабрики Декора. Они отлично держатся на стекле и на пластике, то есть на любой гладкой поверхности. Пока сохнет отштамповка, я наношу грунт на рамочку. Наношу ее со всех сторон, спереди, сзади, снутри, чтобы она везде была белая. Пока сохнет грунт на рамочке, я продолжаю украшать стеклом. Беру 3D гель от Люксарт и вмешиваю туда глиттер разных цветов, серебряный и черный мелкий. И еще вот такие хлопья у меня есть маникюрные, тоже очень здорово смотрятся. И наношу все на стекло через трафарет. Прохожусь бронзовым воском от Люксарт по рамочке. На акварельной бумаге я сделала оттиски штампов от мастерской скраб-штампингов. Также я раскрасила все акварельными красками и вырезала эти высечки. Наношу самодельные алкогольные чернила, их я сделала из перманентного маркера, поэтому они отлично держатся на стекле. Наношу такой зеленый цвет и коричневый. Местами они между собой перемешиваются, создавая новые оттенки. Теперь надо приклеить стекло. Его я клею на 3D гель, чтобы уж намертво и ничего не упало. Наношу очень тщательно толстым слоем этот гель по поверхности, по всему периметру рамочки. Прижимаю стекло и 3D гелем приклеиваю зажимы, которые будут держать это стекло, чтобы уже точно ничего не отвалилось. Ну и теперь время создавать многослой с помощью бумаги. Для этого я выбрала коллекцию Мистер Роуз от Прима. Выбираю те листочки, которые мне больше понравились. И просто делаю их той ширины и высоты, которой мне нужно. Добавляю еще алкогольных чернир. И мне еще захотелось добавить вот этого бирюзового цвета, декоглазури от фабрики Декор. Наношу ее прямо на стекло и тихонечко размываю кисточкой и водой, чтобы не были такие висячие сосульки, а были более плавные переходы. Где-то толще, где-то меньше. Потому что, когда она высыхает, становится немного прозрачной. И там, где получился слой декоглазури побольше, потолще, там цвет будет поярче. Ну и все. Теперь время составлять композицию. Я прохожусь ножницами по краю бумаги, махлю их, застариваю и потом прохожусь черными чернилами. Так делаю с каждой бумажкой. Стараюсь сильно не обрывать, но в то же время делать какие-то разрывы, заломы. Для того, чтобы осмотрелось как можно все больше, более естественно. И под каждый слой я подкладываю переплетный картон, ну или пивной картон, смотря какие остатки у меня попались под руку. Для того, чтобы композиция получилась объемной и фотография была как бы на первом месте, чтобы она выделялась. Под фотографию я сделала подложку такого яркого голубого цвета. Она очень хорошо сыграла на контрасте и выделила фотографию над композицией. Фотографию и подложку под фотографией я тоже состарила ножницами и также прослась чернильной подушечкой. Ну и подкладываю теперь между слоями и продолжаю композицию разные украшения. Для украшения я выбрала кружево цветочное. Еще у меня есть высечки, которые я сделала из оттисков, штампов. Также цветочки. Высечки из кальки с помощью белого эмбосинга сделанные. Очень классно смотрятся листики от мастерской скраб-штампинга. А я их сделала как на акварельной бумаге раскрасила их акварелью, так сделала и на кальке просто архивными чернилами от штамповку. У меня есть веточки чайборда здесь две. Они такие темно-коричневые, прикольного цвета. Я по ним прошлась по кончикам серебряной краской. В качестве серебра я выбрала такие глиттерные веточки. Я покупала их также в фикс-прайсе. Я их побрызгала спрей-лаком от Luxart. Очень классная штука. Очень удобно вот такие глиттерные вещи именно им фиксировать, чтобы глиттер не осыпался. И в работе уже можно их спокойно использовать. Ничего не сыпется, все на месте. На руках ничего не остается. Чем разнообразнее материалы и цветом, и формой, и материалом, из которого они сделаны, тем интереснее смотрится работа. Вот этот большой цветочек Примы, он очень сильно на себя, Я отвлекал внимание тем, что он такой довольно-таки яркий. Поэтому туда, в центр, я посадила бабочку, которая сделала его таким более нейтральным. И еще я потом по нему пройдусь краской, сделав его более блеклым, для того, чтобы он не отвлекал внимания от фотографии. Прохожусь по композиции серебряной краской, голубой матовой краской. Это все краски от Luxart. И белый, также белой краской я сделала бризки. Когда делаете бризки, обязательно закрепите бризки. Закрываете фотографию и надписи, для того, чтобы ни в коем случае туда не попали капли. И мои любимые топпинги. В этот раз я наносила их на Medium от фабрики декора. Просто потому, что мне его нужно уже было закончить, иначе он подсыхал. В качестве топпинга здесь я использовала песочек голубой, микробисер серебряный, серебряный глиттер. И еще мне захотелось сюда добавить желтого цвета, поэтому я сюда еще приклеила желтый бисер в качестве топпинга. Добавляю серебряных поэточек, они такого разного цвета, потемнее, более голубой был серебряный у меня. Вот таких разных цветов с серебряным отливом поэток я добавила. Вот такая рамочка у нас в итоге получилась, позитивная, яркая и в то же время нежная. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех вас очень люблю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok